Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Идете навестить родных на кладбище, знаете, как правильно оттуда уйти? Четыре запрета, которые нельзя нарушать, чтобы не приманить несчастья и беды. В родительскую субботу многие отправляются на кладбище, чтобы навестить могилы тех, кого уже нет в живых. Но знаете ли вы, как правильно оттуда уйти, чтобы беды и проблемы со здоровьем не пошли за вами по пятам? Существует четыре запрета, которые известны только знающим людям. Итак, что же нельзя делать, уходя с кладбища? Не прощайтесь Приходя к могиле близкого человека, многие люди начинают здороваться с ним, а уходя прощаются будто с живым. Делать этого нельзя, чтобы не накликать на себя беду. Приходя на кладбище, вместо «здравствуй» лучше пожелать царствия небесного близкому человеку. Еще хуже прощаться с ним, как с живым, планируя свой уход с кладбища. Вместо «до свидания» лучше скажите «вы к нам приходите, мы сами к вам придем». В противном случае неживая энергетика может увязаться вслед за человеком, отчего он рискует заболеть. Идите не оборачиваясь Уходя с кладбища, ни в коем случае нельзя оборачиваться, что бы ни произошло. Смотрите вперед строго перед собой. В противном случае ждите неудачи и проблемы со здоровьем. Всякое кладбище – это не только место, где покоятся чьи-то родные и близкие люди. На его территории постоянно проводятся самые разные ритуалы и обряды, здесь бывают колдуны и маги разных мастей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в подобных местах часто случается мистика. Уходя с кладбища, не оборачивайтесь, даже если кто-то зовет вас по имени, даже если это тот человек, который пришел с вами. Что-то уронили, оставьте лежать. Строго запрещено поднимать любые вещи, которые побывали на кладбищенской земле. Особенно опасно нести в свой дом всякие находки, найденные там, ведь это может быть поклад, сделанный колдуном. С виду это обычно дорогая, очень соблазнительная вещь, но испытывая желание забрать ее с собой, всегда помните, что проблем от этого будет больше. Но как быть, если уходя с кладбища, вы случайно обронили на землю свою вещь? Лучше оставьте ее лежать там, чтобы ни в коем случае не приманить негативную энергию к себе. Не идите сразу домой. Покинув кладбище, не торопитесь сразу направляться домой. Лучше всего распланировать свой маршрут так, чтобы он лежал через такое место, где бывает большое скопление людей, например, через магазин. Ваша задача запутать неживую энергию живыми следами, от чего она вернется обратно. Многие эзотерики также советуют покидать кладбище другой дорогой, отличной от той, по которой вы туда попали. А что на этот счет скажете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.